В Десногорске поисковое движение зародилось в конце 90-х. Сейчас в городе работают три поисковых отряда. Это «За Родину» командир отряда Сергей Гавриленко, «Высота» командира Александра Дорошенко и отряд поисковиков Смоленской атомной электростанции «Обелиск», руководит которым Алексей Тимофеев. Своей самоотверженной работой бойцы поисковых отрядов открывают новые страницы истории, увековечивают память о событиях Великой Отечественной войны, героизме, мужестве и самоотверженности защитников Родины. Лично мне поиск дает умиротворение и облегчает душу. То, что наша работа приносит огромную пользу для общества, и мы возвращаем тех бойцов, которые считались пропавшими без вести, но это не так, и они возвращаются домой. Да, через много лет уже не детям, не женам, может быть, даже правнукам, даже праправнукам, но они возвращаются, они могут к ним приходить, узнать, где их родственник и что с ним было, и как он умер. Поздравить поисковиков с праздником в этот вечер пришел заместитель главы города Александр Новиков. Я хочу поздравить вас с таким интересным праздником, День смоленского поисковика. Насколько я знаю, таких праздников в других регионах у нас нет, поэтому мы уникальны и этим гордимся. Мы хотим передать вам слова искренней благодарности за то дело, которое вы делаете, нужное дело, как в истории Смоленского края, так и в истории всей нашей Родины. И пожелать вам удачи в дальнейшей вашей нелегкой работе. Поиск в архивах, работа с документами, бессонные ночи, жизнь без отпуска и выходных. За свои благие дела поисковики получили благодарственные письма от муниципалитета, от Комитета по культуре и молодежной политике города и руководителя историка Краеведческого музея Натальи Демьяновой. Поисковое движение у нас в городе активно поддерживается не только администрацией, но и градообразующим предприятием Смоленской АЭС. Большинство поисковиков – это атомщики. Вместе со взрослыми в вахтах памяти участвуют и дети. Я работаю на Смоленской атомной станции, я инженер. А поисковый отряд наш создан в 2012 году. И вот уже больше, получается, больше пяти лет мы работаем на территории Еленского района, Рословского. И участвуем в вахтах и по всей Смоленской области. И даже получается иногда выезжать за пределы области. У нас сейчас 19 человек. Из них шесть ребят – это подростки, которые до 18 лет. И еще ребята, которые уже переступили порог совершеннолетия, учатся в институтах, и все равно продолжают работать с нами, то есть участвуют в наших вахтах. Но они все равно в нашем отряде. Каждым, кто принимает участие в поисковых движениях, ими движет не слава, не заслуги, а долг.